Привет, народ! С вами Фенаргот. Что же, бессонные ночи продолжаются. Мы готовимся к интернешнлу. Буквально некоторое время назад я опубликовал прогнозы фэнтези на завтрашний день. Также опубликовал битву за Аркану. Это всё можете найти на моём канале. А сейчас пора перейти, собственно, к прогнозам на матче, посмотреть, что у нас с DPC происходит и так далее. Давайте сперва обратимся к DPC фэнтези. Понятно, что у нас никто не вылетел, потому что это просто-напросто невозможно пока, так как идёт групповой этап. Очень странно пока... А, ну да, тут всё правильно. Тут засчитываются очки за лучшего из каждого состава, поэтому у нас тут Пупей, Ниша, Сумаил, Ивар и Санейка. Собственно, таблица лидеров пока пуста, она не обновилась. Ну ладно, значит, обратимся к ней потом. Я напоминаю, что фэнтези отличается от той, которая фэнтези в компендиуме тем, что тут нужно делать замены только когда игроки вылетают, то есть когда команда вылетела из турнира. Поэтому тут меньше манипуляций, но и формат тут слегка другой, как вы можете заметить. Ну и как пользоваться этим, если у вас есть Dota+, вы ставите приложение на телефон, ну или на Bluestacks на компьютер, и там это всё делаете. Плюс можно делать, я напоминаю, прогнозы на матчи. Прогнозы на матчи позволяют вам получать, собственно, очки Dota+. Так как это матч в формате Best of 2, если вы выигрываете, вы удваиваете очки. Если ничья, то очки вам просто возвращаются. Собственно, ну и давайте посмотрим, что нас будет ждать сегодня. Так. Да, по ссылке в описании вы можете получить бонус при регистрации, а также поучаствовать в крутой новой акции от Parimatch. Если у вас уже есть аккаунт, вы вбиваете его данные. И за верные ставки, помимо того, что вы деньги получаете, вы также получаете баллы. А потом эти баллы обменяются на бабки. Все подробности есть по ссылке в описании и так далее. Что же. У нас сегодня... Вот-вот-вот. Такие матчи будут. ЕГЭ ОУДЖИ. Собственно... Опа. Соп новый. Свежее мясо. ЕГЭ ОУДЖИ. ОУДЖИ выступили не самым лучшим образом вчера. Да и ЕГЭ тоже начали не с лучшего момента. Поэтому я бы тут, на самом деле, скорее ставил бы на ничью. Но можно, на самом деле... Хотя нет, тут нельзя. Видите, тут нельзя поставить на фору пользу ЕГЭ. Но, в общем, лучше тут ставить на ничью. Виртус Про против ВИЧ Гейминг. Тут ничья спокойно может быть. Но ВИЧ сейчас вообще в ударе. Я их ставил прям как победители Инта. И они, блин, очков фэнтези принесли даже больше, чем те команды, которые сыграли по три игры. И очень хорошо сейчас сыграют. Хотя вот ТНС пытались с ними бороться. Но как бы то ни было. В общем, на самом деле, я бы поставил бы за 3.25 на победу ВИЧ. Ну или... Да, наверное, это самое лучшее решение. Потому что тут нельзя с так же положительной форой на них поставить. НИПы против натиков. НИПы вот так вот в развалочную немножко играют пока. Ничего я сказать про них не могу. Единственное, знаете, что бы я сделал? Я бы тут поставил бы плюс 0.5 на фнатиков. Потому что фнатики реально в ударе и хороши. Хороши, действительно. Хорошо подготовились к Инту. Вот тут так. Инфамос и Нави. Собственно, ставить на Нави, не ставить на Нави. Против Нави. Это всегда ошибки, да? Как вы знаете, из мемов. Но поставить на Инфамос с плюс 0.5 на самом деле не такая же плохая тема. Потому что Анваргеза, бывшие, они же Катабургеры, они же Инфамос, играют весьма неплохо. Вообще, я напоминаю, что лучше вообще ставки делать в лайве. И все это я буду делать сегодня на стриме. Я на вчерашнем, точнее на сегодняшнем стриме, который ночной был, я это начал делать. Я там ждал, пока у меня верифицируется аккаунт. Но сейчас уже все работает. И мы будем этим заниматься прямо на стриме, который начнется примерно в 4 часа ночи по московскому времени. Ликвид Минески. Собственно, я бы ставил бы на ничью 2.75, очень хороший коэффициент. PSG LGD, Ньюби. Ньюби вообще вчера Ликвид разнесли со счетом 2.0 в первой встрече. Это была пушка, просто пушка. Смогут ли они повторить подобное с PSG LGD? Сомневаюсь. Поэтому можно поставить на победу PSG LGD, но коэффициент всего лишь 1.68. Поэтому, знаете, лучше, наверное, не рисковать. Лучше пропустить этот матч. Секрет Кины. Тут можно смело поставить на фору Секретов. Ну, или просто на победу Секретов 1.4. Вряд ли тут будет ничья. TNT Alliance. Я бы поставил бы на фору Элайнсов плюс 0.5 за 1.45. Virtus.pro.navi. Вот это вообще заруба будет жесткая в 9 утра. Я до нее сегодня точно доживу. Не знаю даже, что поставить. На Na'Vi за плюс 0.5 с коэффициентом 2. Почему бы и нет? Так, идем дальше. EG RNG. Собственно, тут у нас можно поставить смело на RNG также с плюс 0.5. Потому что EG-то на самом деле пока тоже в развалочную играет. OG NIPP. Достойный ничьи. Vichy Gaming Infamous. Победа Vichy. Спокойно. TNT Predator Nubia. Я бы на самом деле ставил бы на победу TNT. Причем так уверенно бы ставил бы на победу TNT. Alliance Kiny. Тут бы я поставил бы на кинов с плюс 0.5. Keos Mineski. Я бы поставил на ничью, скорее всего. Но этот матч, я думаю, лучше скипнуть. Liquid PSG. Тут можно поставить на PSG. Они могут спокойно Liquid'ов одолеть 2.0. Судя по тому, что было вчера. NIPP. Na'Vi. Тоже пропущу. Тут действительно такая неразбериха. Vichy Gaming Evil Genius. С победой Vichy. OG Royal Never Give Up. Я бы поставил бы на RNG плюс 0.5. Они либо выиграют, либо ничья будет. Поэтому так. И Fnatic Infamous я бы поставил бы на победу Fnatic за 1.95. В общем, вот такие вот коэффициенты у меня выходят на матчи. Поэтому обязательно следите за ними. Ну и не забывайте заходить на стрим. Собственно, в приложении DPC можете также проставить прогнозы, как и там. Там вот, к примеру, Vichy Gaming тут. Там и так далее. EGOG. Прочее, 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 прочее. Na'Vi Infamous. Ну и заходите на стримы. Следите за роликами. Лайки, подписки, уведомления в колокольчике. Скоро выйдет новый сундук. К нему будет розыгрыш. Старый розыгрыш я подведу там итоги на стриме. Ну, в общем, много всего интересного вас ждет. С вами был Fenergot. И до скорых встреч.